Привет! С вами адвокат Олег Лукьянчиков. Остался всего лишь месяц до того, как закончится наша хорошая жизнь и наступит 1 января 2022 года, а соответственно наступит и наша обязанность использовать РРО. В этом видео мы поговорим о том, кто же обязан будет использовать кассовый аппарат с 2022 года, а кто может избежать этой участи. Отвечая на первый вопрос, можно сказать коротко. Все, да, практически все физические лица предпринимателей должны будут использовать РРО с 1 января 2022 года. А вот ответ на второй вопрос более приятен. Все-таки законодатель сделал некие исключения и есть счастливчики, которые не будут использовать кассовые аппараты. Кто же этот? Первая категория лиц это ФОПы в первой группе единого налога. Независимо от того, чем они торгуют, либо какие услуги надают, ФОПы первой группы с 1 января 2022 года могут не использовать РРО. Вторая категория ФОПов это те ФОПы, которые предоставляют услуги, либо продают товары ФОПом и соответственно получают деньги за эти товары и услуги по безналичному расчету. То есть деньги проходят со счета ФОПа на счет ФОПа. Третья категория это ФОПы, которые принимают оплату через кассу банка. То есть если ваш клиент идет в банк и там вносит деньги на ваш счет, то в этом случае РРО не нужен. Также РРО не нужен будет и в тех случаях, если вы принимаете деньги через терминалы самообслуживания. Но только через те терминалы самообслуживания, которые принадлежат банкам. Не нужно будет использовать РРО и тем ФОПам, которые принимают оплату наложенным платежом. Например, если вы продаете там товары через новую почту и человек переводит вам деньги путем наложенного платежа через новую почту. В этом случае РРО вас миновало. И есть еще одна категория ФОПам, которым не нужно использовать РРО. Это те ФОПы, которые предоставляют услуги дистанционно и принимают дистанционную оплату. И еще хочу обратить ваше внимание на такой момент. Если вы принимаете оплату исключительно картой, например, через терминал, либо переводом с карты на карту, то данный вид платежа не делает для вас исключений. То есть с точки зрения законодательства даже в этом случае вам нужно использовать РРО. На этом все. Всем удачи в бизнесе. Пока!